Здесь проходят праздники для детей со всего микрорайона. Наталья Варламова считает, что это во многом повлияло на решение комиссий, которые определяли лучших в территориальном общественном самоуправлении города-курорта. Теперь в распоряжении жителей в общей сложности 250 тысяч рублей. Этот самый двор они планируют благоустроить, починить ограждения, установить тренажеры и обновить детскую площадку. Есть заявка на участие в программе «Комфортная городская среда». Здесь решили, что призовые деньги направят на софинансирование и надеются, что так быстрее выделят средства на их проект из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Мы заявку подали, и если мы войдем в эту программу, то к этим 250 тысячам, если прибавить еще денежные средства «Комфортной городской среды», то мы сделаем хороший современный уголок, отвечающий всем санитарным, эстетическим и другим требованиям. Ольга Пелюгова показывает участок улицы Новороссийская в станице Анапская. Если дождь проливной или затяжной, эта обочина превращается в небольшую речку. Прежде чем дойти до участка, где сохранился сток, вода подмывает край дороги. Асфальт разрушается, потому что те же автобусы, встречаясь, вынуждены разъезжаться по обочинам. Нужно строить капитальную ливневку с прицелом на то, чтобы расширить проезжую часть. В распоряжении местного территориального общественного самоуправления за победу в муниципальном и краевом конкурсах порядка 350 тысяч рублей. Смету еще не составляли, но денег явно недостаточно. Здесь надеются на помощь предпринимателей и депутатов. Может даже пока временно отсыпку сделать. Если ливневка будет уже, поток воды будет идти по одному руслу. А там пока хоть отсыпку сделать, а в будущем уже асфальт сделать. Первое место на краевом конкурсе – полмиллиона рублей. Сумма обязывает к решению глобальной задачи – капитально отремонтировать начало улицы Кати Соловьяновой. По словам Натальи Пономаревой, здесь уже давно не тупик, движение достаточно оживленное. Проезд гостевым домам, отелям, крупным санаторием. Некоторые предприниматели уже вызвались помочь. В планах не только обновить покрытие, но и сделать бордюры. Идея стала одним из стимулов бороться за победу. Добивалась все мои жители, весь мой квартальный комитет, и наши координаторы, и кураторы, все. Потому что за дорогу, вот я уже последние 5-6 лет, мы не успеваем ее латать. У меня самое главное, чтобы на моем участке была чистота. Вышел человек из дома, смотрит, мне надо, вот это мой дом, я только там подмету. Нет, вот, 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 и дорога твоя, и все, что прилегает к дому, это все твое, подмести, подбелить. Сейчас будем деревья белить, субботник провели. Апрель – это вообще месяц субботников. Похожая позиция у всех, кто так или иначе занят в территориальном общественном самоуправлении. Любая точка приложения усилий рано или поздно привлекает единомышленников. А по итогам в конкурсе на лучший ТОС есть победители, но нет проигравших. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Спасибо.